всем привет дорогие друзья мы продолжаем наш урок по манной терапии и сейчас рассмотрим все возможные виды скрутки для поясницы самое первое скрутка вы ее часто видели пляжный вариант потому что человек особо не готовится поворачивается на вот эту бок лицом ко мне мы выбираем нет эту руку из-под себя вперед и лежишь ровно на боку на боку на боку бежишь себя почему пляжный вариант потому что вот как нашли человека там лежит отдыхает на пляже до подошли уперлись в плечо тазовую кость и просто его ясницами повернули уже может похустеть но если мы будем думать да то мой как бы усовершенствован вариант улучшаем формулу светили ногу во первых перевозки было 90 градусов здесь второе вытащили из-под плеча из-под головы плечо передала просто лежит сюда и давим желательно не подмышку не в плечо лопатка слишком подвижная да а вот грудную клетку вот такой прием тут рука на себя не вот так такой силы не будет да она себя разворачиваем руку и просто тоже стороны раскачали и с выдохом про хрустели следующий вариант еще усиливаем эту формулу берем колято вот сюда подмахивая на себя увеличивая дугу здесь нам важно с курткой именно поясницы они грудной клетки поэтому по диагонали вот так вот держимся до рукому что угодно просто убрать вот и тут подхватываем под ямочка до над ней уголок воздушных костей захватываем его вот этим косточкой локтя своего да и наша задача поднять вверх и подогонали вот туда раскрутить смотрите ногу можно даже зажать в принципе и своим бедром помочь оттолкнуть туда еще на боку лежит ровно на боку подхватили за косточку лишь подигонали и раскачали и это помощнее было вот это какой 3 4 я когда-то и вообще насчитал там по моему 17 вариант там еще по осложнению будет при искали возле там чуть по-другому делается так давай четвертый вариант такой нам надо еще одно правило учитываем чтобы надо было вдоль оси позвоночника здесь она перпендикулярно позвоночнику и мы залазим сверху своими бедрами удерживая его таз и выравнивать до прямого угла а движение будут вот такие руки наши друг на друга идут в таз вот эту грудную клетку наш вес получается что выгодно вес находится над ним ему получается своим весом и корпусом продавливаем пятый вариант когда мы подходим к человеку сзади перевернись к весу ко мне задом на бок на бок на бочок не это слишком близко подальше сюда чуть-чуть вот смотрите если голова у человека висит мы предлагаем положить все-таки плечо прямо вытаскиваем из-под него кладем за ногу держись просто чтоб прямого чтобы она не спрямлял да просто чтобы держал вверх заднюю ногу выравниваем вдоль тела и тут смотрите чем вот этот угол более прямой будет тем больше воздействий на поясницу чем больше угол мы загнем назад и экстензию да вот тем больше воздействий на крестцово-подвздошное сочинение и adaptation пояснично по то что сошелением предлагаем на ваще держаться за стол вот надежно сулит жестко фиксированной позы эту руки отодвигаем подальше и большим пальцем указывали на крестово-поддошное сочинение пояснице-поддошное да и глазами тоже смотри туда получается еще одно правило подключается куда смотрим о чем думаем там и происходит воздействие и еще одно правило их уже не честь сколько но просто мотайте на ус если у нас не хватает доворотов физиологически поворачиваться на природный градус но если мы глазами довернем дальше то у нас получается оказывается можем еще и больше повернуться поэтому предлагаем глазами смотреть на нашу палец да либо вот на иллюстрацию сами в этот момент присели у нас будет толчок от нашего бедра что тоже усиливает ведь каждый наших следующая поза у нас были усилены форме хватаемся по загонали весь корпус да как ремень безопасности машине и и толкаем не в таз не в бедренную кость а именно в уголок подвздошной кости вот где он там упирается да вот туда раз и раз расшатали дошли до приближения и толкнули отдыхай еще немножко усиливаем если вот этого вашего толчка слабовато вам кажется для человека да то есть такой массива решил человек тогда мы спускаем ногу подальше чуть доворачиваем сюда и толкаем уже в гребень выше да то есть не там выше локтем тут мы можем плечом с ума больше не надо все больно что это нам только для демонстрации скачали скачали ну это все все это четвертый вариант у 5 5 получается да и небольшой нюанс так скажем 5 6 вариант когда у нас угол меняется то есть угол немножко сделали побольше то есть не 90 градусов уже вот где-то сто двадцать градусов раскрыли до человека тогда идет воздействие на грудопоясничный переход то есть куда смотрит бедро дай примерно лет воздействия да вот примерно уже грудопоясничный переход можно еще чуть повыше сделать да если 90 градусов это пояснично-подвздошный переход сустав еще угол меньше дела это вот крестцово-подвздошный группе сустав еще вот так вот да вот можем маневрировать углами да таким углом теперь под таким углом вот грудопоясничный переход такая нам уже как бы в пояснице нельзя толкать не пока мы можем беду вот и поскольку нам уже не надо весь корпус тянуть да мы можем за ребра взяться и как раз попасть вот они подигонали не спускаются да и нижние ребра вот и идут идут как раз нижнем грудном отделу да пусть ничего буду переходить то есть мы за ребра еще дополнительно помогаем толкнуть видите в чем нюанс все дела говорим отец освещение поговорить я выкроется деталях вот так-то другу кладом видите не вот так а именно вдоль ребра как лёбра опускается вдоль них только им так живут беду ложись теперь ложись на спину это был шестой вариант до седьмой вариант я много прямую начально прямой угол тут нога изначально уже получается лежит вдоль позвоночника да и можно не трогать а эту ногу заворачиваю туда и прежесть ребра туда или даже можно вот за бедро схватиться усиливаем вариант это как поднимай и клади получается усиливаем пускаем это уже был седьмой восьмой способ до девятый способ за счет инерции ты можешь держаться за стол или за стол правильно ложись да мы прямые ноги поднимаем перпендикулярно изначально да и раскачиваем сюда пускай пускай мышцы и держу я держу то не держи вот раскачиваем доводим до предела примерно где будет цена на предел и в этот момент мы хватаемся предположены ребра и толкаем в ту сторону но при этом нам надо качнуть сверху раз-два-три и мы здесь поймали все все-все-все-все исключу так какой девятый был вариант да давай пока на девятых на девятом варианте становимся сейчас мы все отработаем на практике а дальше у нас будут еще приемы некоторые лежа на полу и некоторые с особенностями с тонкостями для проблем со сколиотической спинами с вами был олег алав гудвин жду вас на своем тренинге и подписка ставьте лайки